Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем курс лекций по предмету социология-политология. Сегодня вашему вниманию я предлагаю лекцию номер пять, которая называется «Социализация и идентичность». План лекции состоит из четырех основных вопросов. Первый вопрос – это понятие и структура личности. Второй вопрос – основные факторы развития личности в обществе. Третий вопрос – социализация личности. Данный вопрос включает этапы, агенты и факторы социализации. И, наконец, четвертый вопрос – это социальная идентичность. Теперь позвольте перейти непосредственно к освещению темы. Итак, первый вопрос – понятие и структура личности. Ну, если мы говорим вообще об обществе, да, то, безусловно, в контексте социальной структуры особое место всегда отводится человеку. Поэтому человек – это основной элемент социальной структуры, без которого вообще невозможно какие-либо социальные взаимодействия. Вообще, вот эта вот проблема личности в социологии, она является такой ключевой проблемой. Конечно же, социология, она не имеет монополию на именно занятии раскрытием этой проблемы. Здесь также этими занимаются и религия, и искусство, и художественная литература. Но вот именно социология рассматривает личность под своим особым углом. И вот для того, чтобы раскрыть богатство понимания вопросов, связанных именно с человеком, возможно, только это все на основании раскрытия таких категорий, как человек, индивид, индивидуальность и личность. Ну, что такое человек? Ну, прежде всего, человек, он отражает общие черты, свойственные человеческому роду. То есть, вот это понятие «человек», он включает в себя и биологическую, и социальную характеристику. Индивид. Индивид – это отдельный человек, как единица человеческого рода, да? То есть, индивид – это как отдельно взятый человек, можно так вот сказать. Индивидуальность – это когда какой-то индивид обладает какими-то своими неповторимыми качествами, да? Вот, например, родился ребенок – это индивид. Затем в течение каких-то месяцев проявляется его индивидуальность, то есть, особые черты, да? И только потом, когда этот ребенок входит в жизнь, начинает в обществе играть какую-то роль, обретает определенный статус, да? Усваивает какую-то определенную систему ценностей, он становится личностью. Поэтому, что такое личность? Личность представляет собой устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества. То есть, как продукт общественного развития. Вообще, в социологии понятие личности используется в двух значениях. Ну, во-первых, личность – это нормативный тип человека, соответствующий требованиям общества, его ценностно-нормативным стандартам. И, во-вторых, личность – это член социальной группы, общества, коллектива, то есть, посредством своей деятельности и включенной в различные виды социальных систем. Если мы говорим о структуре личности, то тут обычно социологи выделяют три главных компонента. Первый – это биологический компонент. То есть, имеется в виду то, что передается на биологическом уровне. Это какие-то физиологические параметры человека, здоровье и так далее. Второй компонент – это психологический, как совокупность эмоций, переживаний, волевых устремлений, памяти, способностей и так далее. Ну, и, наконец, третий компонент – это социальный компонент, как совокупность субъективных и объективных свойств индивида, возникающих и функционирующих в процессе их разнообразной деятельности. Но важно понимать то, что человек в своей жизни постоянно развивается, поэтому социальная структура личности также постоянно будет подвергаться каким-то изменениям. То есть, человек получает какую-то всегда новую информацию, новые знания, да? Эти знания при определенных обстоятельствах могут превращаться в убеждения. И они, в свою очередь, определяют характер поступков человека. Далее переходим ко второму вопросу. Это факторы развития личности в обществе. Ну, как мы уже в первом вопросе говорили, да, личность – это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством его активной деятельности и общения, да? Ну, социологи выделяют следующие факторы, которые непосредственно оказывают влияние на становление и развитие личности. Первое – это биологическая наследственность. То есть, у каждого человека она своя, да? И социологи говорят, что именно биологическое наследие – это каждого человека, это такой некий сырой материал, который затем формируется, ну, и формирует самого человека, да? То есть, например, вот человек, он рождается, он может там моргать, дышать, там, двигать, да? Но со временем, конечно, ребенок, он… родители ребенка учат, как правильно одеваться, как, например, держать ложку, там, употреблять пищу и так далее и тому подобное, да? Вот. Поэтому, конечно, в течение первых лет, точнее, в течение первого года жизни ребенок, он целиком полностью зависит от своих родителей, вот. А затем, когда он уже дальше-дальше развивается, как я уже сказал, он получает возможность усваивать навыки определенные, да? Например, способность говорить. И в зависимости от того, в какой языковой среде он развивается, соответственно, и такой язык он будет знать. Вот. Ну, и если непосредственно про биологическую наследственность мы можем говорить, да? Здесь, конечно же, очень важны это вот такие генетические предрасположенности, как, например, болезни какие-то или, например, проявление таланта, да? Сила или слабость, пол человека и так далее. Вот. Но важно также понять то, что, если какие-то биологические данные, точнее, биологическая наследственность, она передается, то она, например, культура или какой-то социальный опыт, он по генам не передается. Он только приобретается, да, в течение определенного опыта. Вот. Вот. Второй фактор, который влияет на развитие личности, это, конечно же, физическое окружение. Вот известный социолог Петерим Сорокин, он когда изучил труды, начиная от Конфуция и заканчивая современным ему географом Хантингтоном, он говорил, что групповые различия в поведении личности в основном определяются различиями в климате, географических каких-то особенностях и природных ресурсах. Вот. Ну, у Гумилёва мы встречаем тоже свою особую теорию, да? Поэтому нередко исследователи говорят, что, предположим, северяне, они такие более сдержанные, неприхотливые, да, неразговорчивые. А южане, наоборот, они такие вот, как горячие головы, болтуны, вот. Поэтому некоторые говорят, что цивилизация в Европе, она развивалась быстрее, чем в Африке. Поскольку вот это вот все-таки влияние более сурового климата, он сподвиг людей на определенные действия, благодаря которым там развивались какие-то научные достижения, да, технические достижения и так далее. Вот. Третий фактор, который влияет на развитие личности, это у нас культура. Ну, то есть, мы должны понимать то, что определенный культурный опыт, он является общим для всего человечества, да, но все-таки в той культуре, где развивается человек, она непосредственно влияет на него. И она может ему дать то, что в другой культуре, например, отсутствует, да. То есть, предположим, мы можем сказать, например, личность, сформировавшаяся в мусульманской культуре, будет иметь иные черты в сравнении с личностью, воспитанной, например, в христианской среде и так далее. Вот я вам привел такой яркий пример. Так далее. Ну, таким образом, все вот эти вот три фактора, биологический фактор, физическое окружение и культура, они влияют, да, на процесс формирования личности. Переходим к третьему вопросу. Он называется «Социализация личности, этапы, агенты и факторы социализации». Итак, как я уже говорил, да, ребёнок рождается как биологический организм, и потом в процессе деятельности он уже формируется как личность, да. И вот именно вот этот вот процесс, когда человек в течение своей жизни развивается, да, в обществе, это называется процесс социализации. Ну, я вам прям зачитаю полностью определения, да, вот обычно в социологии так говорят. Социализация – это процесс усвоения индивидом, личностью, образцов поведения и присущих данному обществу или группе, их системы ценностей, норм и установок. Вот, ну, социализация – это достаточно такой сложный процесс, он происходит в течение всей жизни, вот. В ходе него человек перенимает определённый социальный опыт, да, и, ну, у животных тоже, можно сказать, своего рода, ну, нельзя, конечно, сказать, что у них социализация, но у них есть такая простейшая форма, как обучение, да. Вот, например, животные тоже своих детёнышей обучают, вот, ну, у человека это происходит чуть-чуть по-другому, хотя мы знаем случаи, когда были так называемые дети джунглей, да, которых находили среди животных, и, конечно, то, что они освоили от животных, уже тяжело было, ну, в человеческую среду им войти, были даже случаи, они долго и не жили среди этих людей. Вот, ну, процесс социализации, он, общепринято, проходит несколько стадий, это детство, юность, зрелость и старость, да, и на каждом этапе присутствуют свои особенности. Мы должны тут всё-таки выяснить, какие факторы обуславливают процесс социализации человека, вот, ну, первое, это, конечно, семья, да, семья, как мы уже говорили, это агент первичной социализации, да, вот. Вот, тот образ поведения, который, ну, ребёнок проявляет уже в первые годы, это, конечно же, от семьи идёт. Второе, это отношение равенства, то есть, это взаимоотношения ребёнка непосредственно со своими сверстниками, да, также с родителями и так далее. Третье, это обучение в школе, здесь дети получают не только какие-то знания, но и социальный опыт, вот. Четвёртый фактор, это средства массовой информации. Последние годы это очень мощный фактор, который влияет не только на личность, но и вообще и на политику, на экономику, да. Пятое, это труд как общественно полезной деятельности, который влияет на социализацию. И, наконец, шестое, это различные объединения, такие как молодёжные, спортивные клубы, какие-то религиозные объединения, вот. Ну, как я немножечко забежал вперёд, как агенты социализации, это конкретные люди, которые ответственны за обучение культурным нормам и освоение социальных ролей, да. Ну, бывает первичная, как я говорил уже, и вторичная социализация. В ходе первичной социализации ребёнок, он непосредственно имеет контакт со своим близким окружением, это в основном родители, ну, друзья, школа, например. И вторичная социализация, это уже непосредственно входит во взрослую жизнь, это его коллектив на работе, там, новые друзья какие-то, его новая семья, да, уже, вот. Здесь также очень важно упомянуть такие два процесса связанных социализацией, это десоциализация и ресоциализация. Десоциализация – это этап отлучения от старых ценностей норм, ролей и правил поведения. Это десоциализация, да, ну, то есть что-то по-новому. А ресоциализация – это следующий за ним этап обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения взамен старых. Вот, поэтому, как я уже говорил, в течение всей жизни человек проходит процесс социализации. Ну, и, наконец, последний вопрос, мы его вкратце рассмотрим, это социальная идентичность. Социальная идентичность – это, в наиболее общем виде, это характеристика индивида с точки зрения его принадлежности к какой-либо социальной общности, группе. То есть, половой, возрастной, этнической и другой. Ну, и, конечно же, у истоков теории социальной идентичности стоял Тэчфилл и Тернер, два социолога. Ну, конечно, вот, когда мы говорим про идентичность, это именно, еще раз повторяю, то, ну, например, личная идентичность, да, то есть, с какой группой человек идентифицирует себя, да. Ну, вот, например, ну, вот, например, если мы говорим про национальную идентичность, бывает такое, да, например, ребенок от смешанного брака. Вот, например, папа – украинец, мама – казашка, да. И вот он вырастает, как бы, и вот он говорит, например, я казах. То есть, если он говорит на казахском языке, в этой культуре развивается, он себя так идентифицирует, а может, по-другому. Бывает, по-другому, да, ребенок, например, вообще другой национальности, но он больше говорит, например, на русском, и он говорит, я русский, например. Тоже это его личная идентичность, он себя именно идентифицирует, вот, с определенной нацией, например. Вот, таким образом, наша лекция подходит к концу. Вопросы для закрепления. Первый вопрос. Что с точки зрения социологии означает понятие личность и какова структура личности? Второй вопрос. Какие факторы влияют на процесс развития личности в обществе? Третий вопрос. Что из себя представляет процесс социализации и какие этапы социализации проходит человек? Следующий вопрос. Кто такие агенты социализации? Пятый вопрос. В чем сходство и различие между процессами десоциализации и ресоциализации? И пятый вопрос. Что такое социальная идентичность? И интересный вопрос. Как вы считаете, по каким критериям население Казахстана идентифицирует себя? Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...